Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости. А с вами Дмитрий Белькевич. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. 6 человек стали жертвами крушения вертолёта в США. На борту находился глава крупного африканского банка. 11 человек погибли, ещё больше сотни пропали без вести в результате схода оползня на Филиппинах. В США зарегистрирован первый случай смерти от вируса, схожего по симптоматике с оспой. Ждать ли миру новой пандемии? Стрельба в Техасской церкви, гибель на футбольном матче, убийство на протестах Сенегалии, падение самолётов в США. Все подробности далее. Очередной случай массовой стрельбы произошёл в США. На этот раз в Техасе. Инцидент произошёл в Лейквудской церкви в Хьюстоне. По данным начальника полиции округа Троя Финнера, в результате произошедшего пострадали два человека. Известно, что огонь по прихожанам открыла женщина. Ранение получили пятилетний мальчик и пожилой мужчина. Малыш находится в реанимации в критическом состоянии. Стреляла 30-летняя женщина. Она пришла в церковь с маленьким ребёнком и с винтовкой. Оказавшиеся на месте по стечению обстоятельств полицейские ликвидировали стрелка. Её личность не раскрывается, но известно, что она страдала психическими расстройствами. Ещё одна трагедия произошла в Индонезии, где во время футбольного матча спортсмена убила молния. Случившееся попало на видеокамер, которые вели прямую трансляцию. Молния ударила футболиста прямо во время дружеской встречи. Ему вызвали скорую помощь, но мужчина скончался, не приходя в сознание от сильной электротравмы. У спортсмена обгорели ноги и обуглилась кожа. Примечательно, что на протяжении недели страна страдала от ливней и наводнений. Между тем, в Сенегале гибелью протестующего закончилась стычка демонстрантов с полицией. Произошло это в северном городе Сен-Луи. Полиция страны активно ведёт борьбу с протестующими, которые выражают недовольство переносом сроков выборов. Стражам порядка приходится применять светошумовые гранаты и даже резиновые пули, поскольку граждане закидывают силовиков камнями, устраивают потасовки и провокации, а также жгут покрышки. Официально произошедшее первый смертельный случай на демонстрациях, но в соцсетях сообщают о якобы нескольких десятках убитых силовиками протестующих. В продолжении темы происшествий во Флориде разбился частный самолёт Бомбардье Челленджер 604. Бизнес-джет рухнул прямо на трассу. Сообщается, что на борту находилось пять человек. По предварительным данным, у воздушного судна отказали оба двигателя, вследствие чего машина рухнула на землю без американского города Неаполь. Самолёт упал на машину. Погибли два человека, оба были на борту, а о судьбе водителя машина не сообщается. Также известно, что самолёт летел из Огайо в Форт Лодердейл. И пилоты намеревались посадить самолёт на трассу, но не вышло. Шесть человек погибли в результате падения вертолёта в округе Сен-Бернардино. Машина разбилась неподалёку от границы с Невадой у дороги, в 80 километрах от Лас-Вегаса. На борту находился гендиректор Нигерийского банка, его супруга и ещё четверо. Смерть высокопоставленного темнокожего банкира подтвердили во Всемирной торговой организации. В обстоятельствах трагедии разбираются в Федеральном управлении авиации. Очевидцы сообщают, что в этот день было ветрено, был снег с дождём, и вертолёт падал уже объятый огнём. Возможно, он зацепил провода. Литрой крови потерял пассажир, летевший из Таиланда в Германию рейсом Люфтганзе. Как сообщает Нью-Йорк-Пост, воздушное судно совершило посадку уже с мёртвым телом на борту. По данным издания, 63-летний мужчина сел в самолёт с признаками недомогания, его знобило, и он часто дышал. Жена мужчины рекомендовала ему, прежде чем зарегистрироваться на рейс, посетить врача. Однако местный врач, поляк по национальности, осмотрев пациента, допустил его к полёту, и до пункта назначения пассажир не дожил. Не исключено, что смерть – следствие вирусного заболевания, которое стремительно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. Ещё одна загадочная смерть произошла в США на полуострове Кена. Эксперты уже говорят о первом официально зарегистрированном летальном исходе от нового вируса – Аляска-Покс. Власти региона сообщают, что погибший долго болел, находился под наблюдением врачей, подозревавших у него вирус оспы. На то указывали симптомы – красные пятна, увеличенные лимфоузлы, жар. Но вскоре после смерти медики пересмотрели анамнез, а в анализах крови нашли следы вируса Аляска-Покс. Впервые его выявили 9 лет назад. Пятеро переболели и выжили. Изначально болел скот, потом грызуны, следом домашней кошки, которые ловили мышей, ну а потом уже и люди. Поисково-спасательная операция проходит на юге Филиппин. В результате стихийного бедствия судьбы свыше сотни человек остаются неизвестными. Подробности расскажет мои коллеги. На юге Филиппин 110 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня. Несколько дней назад массой земли похоронили под собой жилые дома и два автобуса. Подтверждена гибель 11 человек. Ещё 31 получил травмы. Оползень сошёл в горную деревню Масара в провинции Давао-де-Ора на острове Минданао. Изначально сообщали, что пропавших 40, но потом их число возросло более чем в два раза. Среди них рабочие шахты, которые в момент схода оползня находились в автобусах, собираясь ехать домой. Несколько из них смогли выжить, выпрыгнув из окон и убежав. На месте продолжают работать спасатели. Им помогают военные и добровольцы. Люди ждут информации о своих родственниках. «Наши родственники подтвердили, что мой муж был здесь. Я звонила ему ночью, когда сошёл оползень, но не смогла дозвониться. Он водит фургон, забирает рабочих». Есть опасность схода новых оползней. Более 1160 семей эвакуировали из домов и разместили в эвакуационных центрах. Наводнения и оползни в этом регионе Филиппин вызвали проливные дожди. Они шли здесь несколько недель. Обратная сторона миграционных процессов. В США растёт уровень преступности, связанный с употреблением и распространением наркотиков. Как сообщают власти, мексиканский наркокартель завалил коренных американцев фентанилом. Шесть индийских резерваций в Монтане буквально подсадили на синтетический наркотик. Зайти вглубь наркоторговцы решили после того, как на Американно-Мексиканской границе был усилен контроль в свете роста нелегальной миграции. Очевидно, что теперь усилия правоохранителей будут сосредоточены на пресечении и наркотрафика. В Поднебесной такси отныне будут летать в небесах. Уже с 1 апреля в КНР стартуют продажи первых летающих беспилотников. Главная отличительная особенность коптеров – способность перевозить двух пассажиров общим весом не больше 240 килограммов. Дальность полета при максимальной загрузке составляет 30 километров, скорость – 130 километров в час. Стоимость такого аппарата составит около 2,5 миллионов юаней или 30 миллионов рублей по нашему курсу. Первые заказы уже поступили от туристических фирм. Чуть меньше 700 тысяч рублей удалось выручить на аукционе за визитку Владимира Путина и документ с его подписью. Датирована карточка периодом работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 90-е. Стартовали торги за нее со 150 тысяч рублей, но с шагом в 10 тысяч цена дошла до 200. А за 480 тысяч на аукционе реализовали лот, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в госреестр за подписью Путина в должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Не исключено, что интерес к персоне президента Владимира Путина также подогрела его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На этом у меня все. А еще больше интересных новостей в YouTube и Telegram канале нашей программы. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!